Добрый день, друзья! У нас небольшая экспедиция. Сегодня 9 декабря 2021 года. Едем в Башкирию, Антонова скала. Декабрь, солнце, УАЗ Патриот. По горам покатаемся. Будем жить в деревянном домике с печкой. Будем сами готовить себе еду. Будем ходить, дышать свежим воздухом. Больше видео будем запускать квадрокоптер. Покажем вам природу. Полностью расскажем про УАЗ Патриот. На автомате расход. Так что следите. Если вам интересно, то оставайтесь. Друзья, хочу рассказать предысторию, почему мы туда едем. Летом, в августе, мы с компанией ездили в Башкирию. Это поселок Иргизлы, Антонова скала. Прожили мы там 3 дня. Нам очень понравилось. И решили поехать в декабре, к Новому году. Поэтому появилась возможность, и мы едем. Еду. Уже проехал километров 100 на новом УАЗ Патриоте, который на автомате, шестиступенчатый. Еду в основном на заднем приводе. Автомобиль теплый. Обдув воздуха в салоне идет равномерный. Это не как в Ниве, например, там или в ноги дует, или вверх дует. Есть разница. По комфорту, конечно, намного выше. То есть УАЗ классом выше однозначно Нивы. Удобно, вместительно. В багажнике мы уместили все вещи с Евгением. Расход бензина, вот мы сейчас проехали 175 километров, залили 20 литров. Ну, вот сами посчитайте. Это с учетом того, что мы едем на заднем приводе в основном. Что мне не нравится, именно на УАЗе, вот еду, то есть руль приходится ловить немножко. Не знаю, или это на первом ТО можно убрать этот нюанс, или это такая болезнь, вот то, что он, видите. Ну, как раньше в Москве 412 был, вот руль надо ловить. Вот это есть немножко. Напишите, у кого есть у УАЗа, так оно или не так. Шестиступенчатый автомат. Есть что мне нравится, например, чтобы переключить на полный привод. Вот даже в движении едешь, вот шайба, вот просто ставишь на полный привод. Вот, смотрите, лампочка загорелась. И сейчас на экране, вот, смотрите, на экране подключился полный привод. То есть не надо останавливаться, не нужно газ сбрасывать, буквально прям все на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вы как нашли? Салават Юлаева 7. Вот так вот это выглядит. И пойдем посмотрим. Загрузка Патриота в Ниву, к сожалению, так невозможно разместить. То есть и канистры, и спальники мы тут. Вот, все. И вместо, смотрите, сколько прилично. И плюс салон. Вот в этом преимущество большого автомобиля, в том числе вот УАЗ Патриота, да, за миллион семьсот на автомате. И в повязке теплый, хороший автомобиль. Пошлите посмотрим, где мы будем с вами жить. Добро пожаловать в наше жилище. Ого, тепло немножко. Итак, друзья, на три дня наше жилище. То есть у нас будет посуда, у нас есть комфорочка, вода заготовленная. У нас есть холодильник, стол, пять кроватей, печка, которую нужно будет топить самостоятельно, соблюдая все меры личной безопасности. Главное не угореть. Кто меня поймет, тот знает. Так, стол, умывальник и на улице есть туалет и банька. Субтитры сделал DimaTorzok Первым делом решили приготовить, покушать. У нас есть картошка, есть мясо, немножко, да. Так, чайник у нас закипел, отлично. Мясо, ребрышки немножко обжарили. Сейчас будем готовить с картошкой. Так, чтобы здесь не замерзнуть, так как центрального отопления нету. Почему-то. Да, почему-то будем. Печку поддерживать, чтобы она горела, чтобы у нас было всегда тепло. Напомню, на улице зима, холодно. Полы здесь холодные, конечно. Кору ломаю, сейчас подкину. Вот такое у нас есть пьеза, да, сейчас вот. И вот таким образом будем с вами греться, топиться. Ладно, печку поддерживать. Так, вот такая штука есть, можно сказать, веник. Это вот гусиные крылья раньше, но вот видите, как все намного проще. Кто знает, что такое, напишите в комментариях. Это делается вот так вот, смотрите. Мусор под собой подбираешь. Вот, видите, вот такая штука интересная. Настоящее перо. Где-то бегает. Да, где-то бегает. Ну, все, у нас готово покушать. Итак, у нас ребрышки, да? Да, ребрышки. Лучок, морковка и картошка, да? Это первым делом, что мы сделали. Приехав, приготовились, я покушать. Ну, что, попробуем, что у нас получилось. Честно, мужская компания. Соляная? Чуть-чуть. Для меня, да. Мне кажется, отлично. Для меня пересоленая. Так, ребрышки, ребят, ребрышки. Вот они готовы. Там Милус примерно час, наверное. Вам приятного просмотра, а нам приятного аппетита. Доброе утро. Время 6 утра. Печку топить пора. Дрова закончились. Вот пришел к ребятам, и у них тут дровник. То есть, вот так вот все у нас выглядит. Заготовлены дрова. Здесь вот накалывают их. Так что берем, идем топить печку. Едем на Антонову скалу. Нет, не на Антонову. На место, которое называется Аю-Кутарган. Смотровая площадка. В переводе с башкирского на русский означает медведь разорил. Это медвежий уголок. Короче, едем к медведям. Кричать вот в ромку, в ромку, чтобы медведь нас не съел. Капец. Дорога вот у нас. Ребята, нам сказали, что нужно повернуть направо, а направо... Да, а направо... Короче, как-то так. Будем испытывать новый УАЗ. Говорят, куда-то сюда надо ехать. Что-то мы уже не едем. Ну, не получилось у нас проехать. Во-первых, жесткий отвал снега, как идет. И мы передом просто вот и потихоньку пытались проехать. Не получилось. Не фортануло. Что здесь у нас? И здесь. Сейчас подкопаем и поедем по лесу. Так, пытались проехать. Нам надо в лес. Отлично, Жень. Сюда начали заезжать. Но снега много, провалились. Короче, ходом. Жень, надо ходом туда проехать. Давай, ходом. Поехали. Давай, 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 давай. Что-то печально. Здесь, в Башкирии, машина редко ездит. Вот так застрянешь. Вот КамАЗ, мусор, который возят. Остановили. Остановился, конечно, молодец. Спасибо ему. Вот. Ну, так потихонечку, потихонечку вытащили. Ну, и смотрите, куда мы заехали. Хе-хе-хе-хе-хе. ну вот выехали с помощью и косите автомобиля в лице камаза едем на смотровую площадку там мы не смогли пробиться там снега по колено у вас сила друзья приехали смотровая площадка пошлите посмотрим с вами внизу река белая вообще супер вот это да слушай на двух словах расскажите мы сейчас где находимся находимся на смотровой площадке который называется максют максютово потому что недалеко уже деревня максютово а тут мы наблюдаем вид река белая а летом хочу зеленые побережье белый это все территория национального парка поэтому на территории национального парка на великой смотровой 34 показываем ее туристам супер так ребята сейчас запустим квадрокоптер и под музычку посмотрим а 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 и а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ссылки все под видео оставлю Пойдемте посмотрим Посмотрите вот сколько березы Береза вся в снегу Красота Пают сюда в белые Да, баня здесь Купаются, рыбачивают Там пещерка какая-то, да? Так это вот Антонова, а это не она? Нет, Антонова там, дальше же левее, да? А вот это что? Так, ребята, сейчас запустим в квадрокоптер Полетаем и посмотрите вид сверху Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас покажу вам, как у вас Патриот По-хорошему снегу идет Мы туда ехали Сейчас вот обратно ездят Посмотрим, как Патриот заедет Мы спускались Тяжело Деревня Кутаново Сколько здесь у нас населения примерно у вас? Население, наверное, 300 человек Ну, у нас вот три деревни Иргизлы, Кутаново и Максютово Относятся к тому сельскому совету Иргиздинскому сельскому совету Здесь вот начальная школа И все есть какие-то работы бумажные Справки, документы Они идут в Иргизлы Центр, да, считается? В деревне Иргизлы население занимается чем? Держат пчел, скотоводство Много птиц держат Потому что берег белый Прямо внутри речи Внутри деревни протекает Очень удобно Ну да, понял Ясно А что у вас здесь еще есть? Население здесь очень В основном башкиры Здесь очень большая часть Не то, что большая А все башкиры Больница есть у вас? Больницы у нас нет У нас вот на три деревни Один фельдшерский пункт Находится в деревне Иргизлы Одна медсестра обслуживает Понятно Поэтому все какие-то жалобы Если какие-то сложные ситуации Все обращаются в районный центр В деревню Бурзян Старосопхангулова Это сколько километров отсюда? Это отсюда 60 километров Это вот мой муж приехал, Халиль Понял Мечеть Он у нас верующий А ладно Спасибо Так, друзья Покажу баню Находится рядом С гостевым домиком То есть первое, что заходишь Лавочки Так, крыша открыта Очень низко Метра полтора Дверь Заходим Дверь я не буду Не запотела Смотрите Потолок очень низкий Я не знаю, метр шестьдесят Наверное Вот Все сделано со сруба Полы деревянные Печушка Полки Вот такая прикольная Так что сегодня мы будем париться Смотрите Какие кормушки интересные Сделаны С цельного Чурбака Вот так вот Вырезано Так Смотрите Здесь Как интересно Еще одна Висит В деревне Газа нету То есть Как бы Проложили Но вот Еще под воду Никакого нету И все Топятся Или светом Или дровами Вот Смотрите Как там интересно Наступает Вечер Принесли нам мед То есть Купили мы мед У местных Бортовой мед Называется Он просто Холодный Сейчас Вот это вот мед Здесь И перга Да Что он еще сказал Перга Воск Воск Короче Все что есть Сотых Да Все перемешано Получается Личинки И мед Недешевый Вот эта вот Баночка 3000 рублей Килограмм Ну да Лисок Вот она Килограммовый Наверное Получается Бортовой мед То есть По другому Дикие пчелы Мед От диких пчел Правильно? Да Которые в дубах Вот такие дела Будем пробовать Друзья Принесли нам хлеб Деревенский Горячий Горячий Вкусная зараза Делают сами Собирают хмель То есть Дрожжи Все вот это делается На хмелю Представляете Вот такая здоровая Буханочка хлеба Спасибо Если смотрите Очень вкусно Доброту друзья Время 9 утра И у нас будет Плотный завтрак Будем жарить шашлык Вчера Да Приезжайте Вчера помылись В бане Немножко погрелись Температура В принципе Там невысокая Но Как бы тело Греется Хорошо в бане Нормально Поэтому У нас завтрак Покупай живопись Вот пожалуйста Шашлык подходим Мужчина берем Очень сладкий К нам присоединился Еще один автомобиль Тоже у вас Дизельный И мы решили Поехать В гору Сейчас Пустим Вперед Анатолия Итак Первый у нас Идет Анатолий Двигатель Ивековский Резина у него Не шипованная А такая Грязевая Как она называется Точно не могу сказать У нас автомат Шипованная Резина Нокиан 8 Будем пробовать Подниматься А вот смотри У него Смотри Как мы Поедем Сейчас Попробую Посмотри Как мы Поедем А мы Тоже Не едем Я просто боюсь Чтобы на него Не затащил Давай Давай Вышел я С машины Вот у нас Два Патриота Подъем Пошел И вот мы Хотели Вот так Вот проехать Но след Есть Но к сожалению Вообще Никак Вот работа Полного Привода Анатолий Поджал Столб И не Может Тронуться Ох Получилось На автомате Пошел Пошел Отлично Так Вот Получилось Давай 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 Пошел 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 С турбиной Пошел У Анатолия Механическая Коробка Передач Так Еще одна Попытка К сожалению Нет К сожалению Нет Да Было бы Интересно Конечно Ниву Здесь Посмотреть Вот Но к сожалению У нас Пока Только Два Патриота Мы приехали Мы приехали С Евгением Потому что Он побольше Но и новый Интересно было На нем Прокатнуться Анатолий Подъехал Попозже Ну давай Посмотрим Набрал Вроде Набрал Набрал Внизу Поселок Видите Довольно Таки Прикольно Да Мы стоим На подъеме Сколько Градусов Не могу Сказать Но Сложно И снега Тут В Башкирии Прилично Очень Интересно Мороз Снег Сухой Вот на автомате Я вчера Как катался Газ ровно держишь Просто ровно Газ держишь И автомат Сам выбирает Передачу То есть Педаль держишь Равномерно Ооо Женя Поехал Это не Механическая Коробка передач Где можешь Газ в пол Давить Тут Такого Нет Совершенно Другая Езда Ребята Совершенно Вот так Вот видите Ну все На этом Так Друзья Приехали Где мы Вчера Буксовали Сегодня У нас Есть Второй Патриот Резина Ханкук МТ Да Дорог Куда идет Междуберезки Сосной Ну мы Там Не были Ну да Вон туда Говорят Там Дорога Есть То есть Вот Да То есть Нужно Просто Нам Здесь Пробить Поэтому Ты приехал Сюда Мои ставки Что Все Ну и все На этом Зря Ехали Короче Толя Приехал Специально Проеду Выгод Лошары Вот И все Результат Вот он Ни хрена Короче У вас Не едет Надо было На Ниве Сюда Приезжать Однозначно На Ниве Да А это Чего Это Не знаю Да Ребята Хотел себе Патрик Купить Но все Не буду Покупать Вот так Вот И живут В населенных Пунктах Результат Поинтереснее Но сейчас Еще раз Вытянем И я думаю С третьего Раз Немножко Проедем О Он даже Едет Молодец Пробил Ребята Пробил Дорогу Ну все Поедем Прокатнемся До леса Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня солнышко. Посмотрите, постоянные подъемы, спуски. Ребята решили доехать до Антоновой скалы. Там где мы проезжали летом, там очень опасный обрыв, нужно подняться туда, и там идет уже обрыв. Вот Анатолий решился, говорит, попробую, попробую. Ну смотри, получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будем мы пробовать с Евгением на Патриоте на автомате. Субтитры сделал DimaTorzok Просто на полный лед. Да, ребят, смотрите, вот дорога, которая зимой, то есть, которую летом мы проезжали. Вот здесь мы спускались и едем в лагерь на Антонову скалу как раз. Местные говорят, мы здесь не ездим, потому что узко, а там овраг, просто овраг. И то есть местные здесь зимой вообще не ездят. Мы подъехали, посмотрели, но рисковать, конечно, не будем. Вот. Ну вот так вот, в принципе, красиво. А я подогонсал, овраг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА